Сегодня все чаще можно услышать, что ресурсы планеты исчерпаемы, что Земля не сможет прокормить такое количество людей. Ученые пытаются вывести генно-модифицированную суперкультуру, которая решит все проблемы. Футурологи предсказывают, что дело дойдет до массового потребления белков из насекомых или ГМО-бактерий. Между тем на планете существует огромное количество естественных ресурсов. Речь даже не о богатствах океана, о которых мы пока знаем не более 5%. Сегодня мы поговорим о богатстве, которое окружает нас повсюду, о дикорастущих травах, которые наши предки применяли на протяжении тысячелетий. Когда 80-летний москвич Николай Федоров потерялся в лесу возле Шатуры и двухнедельные поиски не дали результатов, родственники потеряли даже надежду на его спасение. Ведь пенсионер страдал тяжелой формой от расклероза сосудов головного мозга, часто не узнавал родных и близких, забывал самые элементарные вещи и в любой момент мог уйти в неизвестном направлении. Через два месяца потерявшийся сам вышел к людям, живой, изрядно похудевший и здоровый. Грозное заболевание, третья стадия которого считается официальной медициной неизлечимой, по непонятным причинам отступило. А ведь эта болезнь по статистике занимает первое место в мире среди всех заболеваний и 90% случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний приходится именно на осложнение от расклероза. Конечно, чудом выжившего в лесу пенсионера исследовали врачи. К своему удивлению, они не нашли у него даже признаков истощения. На вопрос, как он выжил, лесной Робинзон отвечал неопределенно. Пил росу, ел какую-то траву, коренья, ягоды, листья. Сначала наугад, как подсказывала интуиция, потом уже запоминал, какие из них самые вкусные и питательные. Но разве можно выжить в лесу целых два месяца, питаясь, по сути, одной травой? Давайте в этом ролике попробуем в этом разобраться. Ставьте большой палец вверх, если интересно, и приятного просмотра! С древнейших времен человек употреблял в пищу наряду с культурными и дикорастущие растения. Ранее весной их свежая зелень обеспечивала его витаминами, летом и осенью, особенно в неурожайные годы, они заменяли хлеб. Их использовали в сыром виде, запасали впрок, сушили, солили, квасили, мариновали, добавляли в качестве приправ и пряностей, улучшающих вкус пищи, способствующих ее усвоению и длительному хранению. Из них готовили супы, борщи, окрошки, каши, пекли с ними блины, оладьи заваривали, как чай. Практически все съедобные растения содержат целый набор биологически активных веществ, необходимых для здоровья, а также легко усвояемые углеводы, витамины, минеральные соли, целебные органические кислоты и множество других полезных соединений. И вот что интересно, большинство представителей дикой флоры гораздо богаче этими соединениями, чем культурные растения наших полей, садов и огородов. Например, плоды дикой яблони содержат как минимум в 20 раз больше витаминов, чем домашние садовые яблоки, не говоря уже о магазинах, напичканных химии. А садовая ежевика в 100 раз уступает дикорастущей по содержанию амигдалина и других соединений, обладающих противораковыми свойствами. Недаром в старину опытные охотники, отправляясь на промысел на долгие месяцы, брали с собой минимальный запас продуктов – соль, да немного крупы и сухари на первое время. Все остальное им давал лес. Так что участники современных реалити-шоу, которым приходилось ради выживания питаться личинками, червяками и улитками, вполне могли обойтись без всей этой экзотики, если бы знали, все необходимые для жизни вещества, весь набор белков, жиров, углеводов, незаменимых аминокислот и так далее можно найти в дикорастущих растениях. В тропиках их огромное количество. Но даже в России ученые на сегодня насчитывают более тысячи целебных дикоросов, которыми можно разнообразить свой стол. Это, конечно, огромное количество, и надо быть профессиональным травником, чтобы применять их все без риска для здоровья. Ведь, как шутят специалисты ОБЖ, в лесу можно есть все. Правда, один раз. Но достаточно запомнить и знать в лицо лишь два десятка трав, чтобы избавиться от страха остаться голодным. С таким запасом знаний вы не пропадете. Обогатить свой рацион полезной пищей, которая попутно оздоравливает все системы вашего организма продуктами без ГМО и химии, научиться предупреждать болезни еще до их появления или на ранней стадии, в этом вам тоже помогут растения дикоросы. Мы подготовили для вас список из десяти целебных съедобных растений, многие из которых, кстати, успешно используются в Китае, Японии, Франции. Знаменитая травница Зайцева утверждает, что только три травы – пырей, лопух и одуванчик – способны избавить человека от большинства болезней. Вот с них и начнем. Пырей. Это растение известно многим как злостный сорняк. Огородники помнят, как тяжело его вывести с участка, но далеко не все знают о его целебных свойствах. Хотя те, у кого есть домашние питомцы, давно заметили – кошки и собаки, когда болеют чаще всего, лечатся именно этой травой. И неудивительно. В пыре очень много кремния и целый набор противовоспалительных и противоопухолевых веществ. В пищу используют измельченные корни растения, из которых в старину делали муку и готовили целебную кашу. Пырей растет повсеместно, поэтому заготовить его проще всего. Лопух. Лопух – не только лечебное растение, но и съедобное. Главная его ценность – инулины, которые обеспечивают его противораковые и другие полезные свойства. Если регулярно добавлять его в пищу, можно предупредить сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания, диабет, заболевания печени и еще не менее сотни болезней, а также сбросить вес без риска для здоровья. В Сибири и на Кавказе лопух давно уже считается овощным растением, а в Японии его выращивают на грядках и называется он там – гобо. В пищу годятся и корни, и листья. Но особенно популярны в питании корни лопуха. Их употребляют в печеном и обжаренном виде. Вареные и маринованные в Китае и Японии такое блюдо считается деликатесом. По вкусу корни лопуха напоминают картофель и могут заменять его в супах и борщах. Их охотно едят сырыми, они сочны, сладковаты и весьма приятны на вкус. Из высушенных и размолотых корней получают муку, из которой пекут вкусные лепешки, жарят котлеты. Если корни измельчить, высушить и поджарить, то получится хороший заменитель кофе. А если добавить щавель или уксус, то можно сварить вкусное повидло и подавать его к чаю. Из молодых листьев готовят салаты и супы, а отваренные, а затем слегка поджаренные стебли лопуха по вкусу напоминают цветную капусту. Одуванчик. В пищу пригодны все части этого растения. Из корней можно делать муку, корни можно заваривать как кофейный напиток. Из молодых листьев готовят салаты и заправки, из цветков в десерты варят варенье. Список болезней, с которыми справляется одуванчик, легко переваливает за сотню. Об этом говорит и химический анализ. Спасибо ученым, одуванчик исследован детально. Во всех частях растения выявлен высокий уровень бета-каротина, который является мощным антиоксидантом. В цветках одуванчика содержится множество целебных полифенолов, жирные кислоты, рекордное количество инулина, минеральные соли, железо, кальций, фосфор, марганец, медь, бор, никель, титан, молибден. Весь этот уникальный комплекс подавляет развитие опухолей, остеопороза, лечит ожирение, болезни сердца и множество других болезней. Кто пробовал одуванчик на вкус, поделитесь в комментариях. Как вам? Крапива. Количество витамина С в крапиве зашкаливает. О ее полезных свойствах можно говорить часами, но есть и противопоказания, ведь крапива останавливает кровь, а следовательно сгущает ее. Применять с осторожностью тем, у кого высокая свертываемость крови. Из крапивы обычно делают салаты, пюре, щи и используют молодые листья в салат. Кстати, в крапиве очень много белка, не уступает количеству белка в бобовых, из-за чего ее иногда называют растительным мясом. Помните, что варить ее нужно не менее 5-6 минут, чтобы муравьиная кислота, которая содержится в крапивных воросинках, полностью разрушилась. Подорожник. Подорожникам врачуют раны, это знают все. Правда, для этого его нужно как следует измельчить, чтобы пустил сок. Помимо этого, растение обладает противоопухоленными, противовирусными свойствами, лечат гастриты с пониженной кислотностью, щитовидную и поджелудочную железу. Листья подорожника добавляют в салаты, чай, напитки, супы и приправы. В Сибири семена подорожника запасают на зиму, сквашивая их вместе с молоком и используют как приправу. Молодые листья хорошо развариваются, и добавив к ним небольшое количество щавеля, можно приготовить вкусный суп. После высказывания одного политика принято над подорожником шутить, но как думаете, это намеренная дискредитация или просто так случайно вышло? Кипрей или иван-чай? Целебные свойства растения настолько уникальны, что академик Павлов рекомендовал это растение как средство от множества болезней. В пищу употребляются корни и листья растения. Из корней делается мука, из которой пекутся лепешки. Листья можно использовать в салат и щи, ну и традиционно в чай. Кстати, волокна и иван-чая настолько прочны, что в старину из них плели отличные рыбацкие сети. Тростник. Еще одно растение, которое растет у берегов озер и других водоемов и вырастает до полутора метров в высоту. Его сложно спутать с чем-либо другим. Также его можно встретить на заливных лугах, на болотах и рядом с близко залегающими грунтовыми водами. Наиболее питательно мясистое корневище этого растения. Его можно есть сырым, жарить, печь и варить. На вкус корневища тростника сладковаты и очень нежны. Помимо этого, вы можете поджарить, высушить и размолоть корни тростника. Получите неплохой заменитель кофе. Стрелолист. Это растение можно встретить в лесу, у берегов озер и рек. Спутать его характерные стреловидные листья с другими растениями тоже сложно. Осенью на концах побегов стрелолиста развиваются клубневидные образования, которые обычно и употребляют в пищу. Их можно варить, печь и даже есть сырыми. В этом случае по вкусу они похожи на орехи. Вареные клубни больше всего напоминают по вкусу каштаны, а печеные похожи на привычный нам картофель. Также в пищу можно употреблять корневища стрелолиста. Рогоз. Это растение также любит воду, растет на берегах рек и озер, а также на заливных лугах. Отличительная особенность, по которой вы легко сможете узнать это растение, темно-коричневые бархатные соцветия, белые и пушистые внутри. Рогоз часто ошибочно называют камышом. Камыш выглядит совсем иначе. Вот так. В пищу можно употреблять корневища и молодые стебли рогоза. Первые обычно пекут, хотя можно есть и вареными. Также из них можно сделать муку. Молодые побеги обычно варят некоторое время в слабосоленой воде, а потом маринуют на зиму. Лебеда. Это растение во время войны спасло огромное количество людей. Про хлеб из лебеды и крапивы многие знают из истории. Но на самом деле из этого растения можно приготовить множество целебных блюд. Из очищенных семян лебеды можно готовить питательную кашу, по вкусу напоминающую гречневую. Из муки пекут оладьи, делают пюре, лепешки, запеканки. Из молодых листьев готовят салаты, щи, заправки. Лебеда очень полезна и питательна. Ее маринуют, квасят, сушат, добавляют в супы. Наши предки использовали лебеду не только в голодное время, ведь она хорошо очищает организм от шлаков, благодаря большому содержанию клетчатки и пектинов, которые как губка всасывают из кишечника токсины избыточные соли и шлаки. Конечно, это лишь малая часть из сокровищницы природы. Если вам интересна эта тема, пишите в комментарии. Мы сделаем продолжение. Мы есть то, что мы едим, гласит древняя мудрость. На самом деле, только одним правильным питанием и питьем воды мы можем полностью скорректировать свое здоровье. Продолжительность жизни человека лишь на 20% зависит от генетики и на 80% от образа жизни, внутреннего настроя и питания. Питание в этом вопросе играет ключевую роль. Как раз этим занимается наука нутрициология, набирающая сегодня все большую популярность, как реальная замена бесконечным таблеткам. Для тех, кому надоело зависеть от аптеки и врачей, кто хочет сам отвечать за собственное здоровье и здоровье своих близких, буквально на днях состоится открытый мастер-класс профессора-нутрициолога, автора комплексной оздоровительной системы «Амарант» Дмитрия Сойна. Как стать востребованным экспертом по здоровому питанию, нутрициологом и не только восстанавливать свое здоровье, но и при желании зарабатывать от 100 тысяч рублей со второго месяца работы. Вы освоите базовые принципы и специфику работы нутрициолога? Узнайте, как можно с помощью выбора рациона питания, режима приема пищи, природных травяных лекарств кардинально и постоянно улучшать свое здоровье и здоровье других людей. Как можно четко определить, какой индивидуальный тип питания подходит лично вам и каждому человеку. В прямом эфире мы разберем пять основных факторов, которые нужно знать, чтобы освоить эту профессию и с помощью питания реально управлять здоровьем человека. Если вы хотите больше не зависеть от лекарств и научиться с нуля помогать другим людям, и даже если вы врач или уже занимаетесь этой темой, но желаете использовать в своей практике комплексный и индивидуальный подход к здоровью человека, чтобы пациенты получали больше пользы, то этот мастер-класс для вас. Зарегистрируйте сейчас и получите в подарок чек-лист «Анализ здоровья. Проверьте состояние своего здоровья за пять минут». Участие не требует оплаты. Переходите по ссылке в описании. И до встречи в эфире. ОСОЗНАНИЕ ОСОЗНАНИЕ ОСОЗНАНИЕ